Я очень часто думаю о том, как бы я относился к карикатурам, мне посвященным, к анекдотам и остротам, направленным против меня, если бы я, скажем, был императором российским или генеральным секретарем партии или президентом Российской Федерации. То есть, короче говоря, я ставлю проблему. Юмор и власть. Это очень серьёзная проблема, потому что мы прекрасно знаем, сколько людей у нас пострадало за анекдоты. Итак, мы и сегодня наблюдаем удивительный феномен, когда карикатура становится причиной социальных содроганий, иначе я не могу это назвать. Вспомни карикатуры, связанные с пророком Магомедом и так далее. Юмор. Юмор и власть. Прежде всего, я глубоко убеждён, что отношение властителя к юмору есть самый верный, самый чёткий, самый безошибочный индикатор адекватности данного руководителя к тому высокому положению, которому он занимает. Я считаю, что человек, находящийся наверху, к юмору должен относиться снисходительно. Должен его терпеть. Обязательно. Если он обнаруживает здесь уязвлённость, если он закрывает юмористические программы, борется с юмористами, то это самый верный симптом закомплексованности данной персоны. Вот это очень важный момент. Очень важный момент. Я вот иногда обращаюсь к русскому языку, который подчас в силу каких-то своих внутренних, так сказать, алгоритмов, сам по себе вот это строт. Вот титулы наших полководцев. Суворов. Рымникский. Ну да, Суворов, он там воевал в Измаиле. Это близко к Румынии. Отсюда Рымникский. Пойдём кентаврический. Так. Ну да, Крым для России получил. Сейчас мы его потеряли, но даже здорово. Таврический. Вот нынешний президент России. Я отношусь к нему нейтрально. И ни за, и ни против. Я не участвовал в выборах его. Но вот он позволяет себе выражение. Будем мочить сортире. Какой эпитет нужно приложить к нему? По аналогии с титулованиями такими, как Таврический, как Рымникский. Вы догадываетесь, какой? Язык мстит за себя. Получается, получается острота. Как должен отнестись к ней предмет, шутки? Как отнестись должен? Да никак. Он должен пропустить мимо ушей. Потому что это неизбежно. Это неизбежно, понимаете, да? Так. Юмор – это естественный фон истории. Нет такого правителя, которого бы не высмеивали. Сергей Сергеевич Пушкин писал безумно смелые эпиграммы на царя Николая Первого. Они его, конечно, раздражали. Но ничего не поделать. Он это проглатывал, и другого ему не оставалось делать. Так вот, по поводу юмора. Что такое юмор? Юмор. Прежде всего, это, я думаю, может быть, самое яркое выражение свободы человека. Так. Юмор замечательно своей спонтанностью. Лучшие астроты, лучшие астроты, это те астроты, которые рождаются сами собой. Которые буквально срываются с языка. Вот мы говорим, у меня-то срывается языка. Простите, пожалуйста. А почему срывается языка? Потому что это процесс именно спонтанный, именно имманентный процесс. И он этим замечательный. Он этим замечательный. Бороться с юмором, да всё равно, что бороться с жизнью. Бороться с жизнью. Так. А я замечаю, что такая тенденция сейчас в нашей стране чётко просматривается. Была программа куклы. Показывали там изображения Владимира Владимира Владимировича Путина. Ну и что? Ну и что? Это нормально. Недавно я в какой-то телепрограмме видел аналог вот этого приёма, где кукла задействована. Но президенту не показывали, а вот так обрезали его. Да только ноги были видны. Остальные персонажи с лицами, а вот президент только ноги. Ну, знаете, как-то вот... Ну как-то вот нехорошо на душе становится этого. Мне кажется, что Владимиру Владимировичу полезно было подумать о том, что юмор, юмор, да, ничуть его не уничижает. Его положение настолько высоко, так, что какая-то строта, какой-то анекдот, какая-то передача никак не могут вот поколебать. Ну, я бы сказал так. Того кресла, в котором он сидит. Как это выразить точнее? Это вот очень серьёзная, серьёзная мысль. Я вообще впервые вот сейчас её обдумываю. Вот знаете, есть такое великое слово. Прекрасное слово. Великодушие. Великодушие. Так. Вот отношение к юмору, оно может быть великодушным, снисходительным. И это признак здоровой власти. Отношение к юмору может быть уязвлённым, раздражительным и даже мстительным. Это первый признак нездоровой власти. Вот здесь юмор, опять-таки, выступает, как некоторый показатель, так и состояние власти. С юмором всегда пытались бороться. И скорее веков. Карикатура, она ведь имеет очень длительную историю. И мы знаем, что тирания, она вообще не терпит юмора. Тирания – это нечто очень и очень серьёзное. Но какая это серьёзная? Это серьёзность гробовая. Это серьёзность могильная. Либерализация общества, она всегда предполагает раскрепощение смеха. Вот есть такая корреляция. Чем свободнее общество, тем люди там больше смеются. Но я скажу, что смех, он имеет место везде и всюду. Смех имеет место в тюрьмах, в лагерях. Смех, ещё раз повторяю, это отдушина, которую человеку можно отнять только вместе с жизнью. Итак, хочу вот свои мысли сейчас как-то систематизировать по поводу юмора и власти. Первое, первое. Вот очень важная мысль, что юмор, юмор, есть нечто спонтанное. Юмор – это самотворчество жизни. Юмор – это форма адаптации к жизненным нювязкам, к жизненным сложностям. Именно адаптация, именно приспособление. С помощью юмора человек разряжает обстановку, снимает какие-то стрессовые состояния. Юмор иногда действует как кислородная подушка, спасающая жизнь больного. Я подчёркиваю вот эту мысль, что юмор витален. Юмор, он соприсущ человеку как виду, как гомо сапиенс. Это то, что ему врождено. И это то, что от Бога. Вот здесь такое понятие христианства, веселость духа. Это не собадая с юмористической весёлостью, но тут есть инвариант, тут есть безусловное сходство. Где нет весёлости духа, где нет смеховой культуры, там очень-очень плохо. Итак, юмор надо поддерживать как именно признак жизненности. Смеются люди здоровые, или люди болеющие, но способные выздороветь. Не смеются только те, кто обречены на вымирание, на вырождение. Первое. Второе. Борьба с юмором, борьба с юмором, есть признак деградации. Есть признак заинкомплексованности. Страшно, когда у власти оказывается человек, обременённый теми или иными комплексами, которые очень болезненно относятся и критики в свой адрес, и к каким-то дискуссиям по поводу своих идей, и прежде всего к попыткам отнестись к нему юмористически. Я считаю, что важнейшим способом проверки человека на годность власти является его отношение к юмору в свой адрес. Вот этим надо проверять. Проверять и президентов, и генеральных секретарей, и императоров, и мэров городов, районов. Юмор есть форма критики. А критика это что такое? Это коррекция. Коррекция социума. Это попытка его здоровить, направить его развитие в оптимальное русло. Третья мысль, которую я хочу выразить сейчас, я глубоко убежден, глубоко убежден, что юмор, юмор, да, есть прежде всего. Прежде всего. Третья очень важная мысль. Это корреляция между юмором и либерализмом. Чем либеральное общество, тем просторнее в нем людям, способным сочинять анекдоты, придумывать программы, типа программы куклы и так далее, и так далее. То, что происходит сегодня у нас в стране, вызывает определенные опасения. Я считаю, что от ограничения свободы слова может находить свое выражение в ограничение свободы юмора. Власть хочет, чтобы к ней относились серьезно. И когда она это хочет слишком серьезно, то это заставляет задуматься о том, насколько эта власть здорова. Здоровая власть не боится смеха. Больше того, человек не закомплексованный, когда его вышучивают, даже зло вышучивают, он должен обладать качеством определенной эмпатии к тому, кто его вышучивает. Он должен вместе с ним посмеяться, даже если это смех ядовитый, даже если это смех крайне ироничный. И это признак высоты характера, это признак глубины человека, глубины человека, это признак его подлинной толерантности. Это тоже большая проблема смеха и толерантность. Потому что нетолерантность она очень часто проявляется именно в болезненной реакции на шутку. Да, шутка может быть обидной. Она может очень задеть тебя. Надо помнить, что это именно шутка. И к шутке нельзя относиться как к навету, как к наговору, как к левете, как к оскорблению. Конечно меня могут оспорить. Конечно могут сказать, что бывают шутки убийственные. И тем не менее, тем менее, вот то, что это шутка, то, что это юмор, есть уже защита юмора от преследования. Нет ничего смешнее, чем борьба со смехом. Потому что эта борьба, она заведомо обречена на провал. Смех бессмертен. А те, кто слишком серьезно, они очень быстро теряют свои позиции. Я полагаю, что юмор здесь ускоряет их схождение с тех вершин, которые они заняли не по своим заслугам и не по своим способностям. Вот такие соображения. Еще раз повторяю, юмор есть свобода. Юмор коррелирует с демократией и либерализмом. Юмор есть признак здоровья общества и адекватное отношение к юмору есть признак здоровья властных структур. Там, где боятся шуток, там дела обстоят скверно. Мне задан вопрос. Как поднять дух человека? Прежде всего я скажу следующее. Это сделать искусственно нельзя. Потому что бывает псевдоподнятие псевдодуха. Это то, что мы называем эйфорией, это то, что мы называем ложным энтузиазмом, это то, что легко инициируется через возбуждение инстинкта толпы, когда дух поднимается за счет игры на низменных интересах и так далее. Я сейчас буду говорить о духе в высоком смысле слова. Прежде всего давайте с вами примем как факт то, сегодня у людей руки опущены. Человек пригнетен человек пребывает в состоянии глубокого уныния. Это можно назвать апатией, это можно назвать безнадежностью. Что нужно сделать для того, чтобы поднять дух, чтобы человека вот так взбодрить. Прежде всего нужно дать человеку увидеть себя в зеркале истины. Люди сегодня не обладают качеством саморефлекции. Общество делает цель для того, чтобы люди считали нынешнее состояние нормальным, естественным и единственно возможным. Открывает человеку глаза, вдруг он видит, что его обманывают, что его жизнь тратится впустую, что он не реализует себя как личность. Человеку становится страшно. Есть упоение в бою и бездна мрачно на краю. Вот когда человек поймет, в какой жуткой ситуации находятся он и его страна, когда он почувствует, насколько гнусна нынешняя власть, вот тогда-то он встрепенется. Для того, чтобы поднять дух, нужно проводить человеке инстинкт жизни, который сейчас подавлен. Сегодня власть работает на тонатофилию. Этот термин я уже использовал и повторяю еще раз, это влечение к небыдью, влечение к смерти. Как только человек поймет, что он находится на краю, на грани, и на этой грани восставит власть, должен сработать инстинкт самосохранения. и вот это первое условие поднятия духа. А что дальше начинается? А дальше начинается следующее. Человек понимает, что он стоит перед выбором, быть или не быть. Бытие или небытие. А вот для того, чтобы быть, для того, чтобы быть, нужна вертикаль. быть можно, конечно, и в состоянии пресмыкания, но это псевдобытие. Лечек это небытие. Лечек это небытие. И вот тут начнется рост. Поднять дух. Давайте в это слово вдумываться вполне конкретно. Поднять означает некоторая вертикаль. Абсолютно вертикаль. некую мировую ось, которая нами на нем утрачена, потеряна из виду. Подняться в полный рост и расти все выше и выше и выше. Начнется самоутверждение человека. Человек себя заявит. Человек потребует то, что ему полагается. Человек предъявит счет этой власти и он зажжется. Он зажжется, потому что ему надо выжить. Он уже выжил, а дальше. Ему нужно утвердиться. Утвердившись, ему нужно расширить свое сознание, расширить свои возможности. И тут начнется замечательный процесс. То, что я называю духоподъемной тягой. Я очень люблю это выражение. Духоподъемная тяга, которая поднимается выше и выше человека по вертикали. И здесь должен быть аттрактор. Магнит, который притягивает. Этот магнит находится всегда наверху. Это некоторая сверхцель. Для того, чтобы поднять дух, нужно знать, к чему его поднять. Цель наверху. Я буду говорить даже модальными метафрами. Это некоторая вершина. Эта вершина может быть чем? Будущим нашей страны. Будущим не каким-то бесконечно далеким, а будущим завтрашнего дня. Эта вершина может быть осуществлением твоего личного идеала, о котором ты забыл, и тебе помогли это забыть. И ты вдруг почувствуешь притяжение высоты. У каждого человека есть сверхцель. Обязательно. Но общество, больное общество, которое сейчас в воле судеб выпало на нашу долю, оно эту сверхцель хочет аннулировать. Оно хочет человека превратить в пассивное орудие своих интересов. Власть хочет, люди ее обслуживали. И это, конечно, власть глубоко враждебная самой природе человека. Почему мы говорим, что это только антигуманная, это власть не только бесчеловечная и античеловечная, это власть антижизненная, антивитальная. Как только ты это осознаешь, как только ты понимаешь, какая обозна тебе грозит, то вот здесь начинается вдохновение. Обратите внимание, когда животное защищается, когда его хотят убить, какой всплеск энергии, и он вырывается из рук своего убийства, это вдохновение. Мы находимся в таком же положении. Есть опоение в бою, и бездна мрачно на краю. Я сейчас говорил про опоение бездны, а теперь я говорю про опоение боя. Нужно вдохновение. Для духоподобной тяги нужно вдохновение, и это вдохновение есть витальность. А потоки витальности никогда не иссякают. Только мы от этих потоков изолированы. Эти потоки от нас блокируют. Надо эти преграды разрушить. Надо эту герметическую изоляцию прорвать. И тогда мы поднимемся. И тогда мы воспрянем. И тогда мы расправим плечи. И тогда поймем, что мы можем сделать очень и очень многое. Вот так я отвечаю на этот вопрос. Меня спросили по поводу юмора. Выжущивали я сам себя? Вот такой, я бы сказал, автоирония, да, или автоюмор. Вот хороший, между прочим, термин автоирония. Но знаете, мне кажется, что автоирония или самоирония это то, что обязательно необходимо человеку по-любому. Мне это присуще. Почему? Потому что я исхожу из определения разума, которое дал Карл Поппер. Разум это всегда критика. Разум только тогда разум, когда он критикует. Критический разум отсюда выражение. Это глубокая мысль. Разум, который не критикует, это разум ли. Ну а что? Прежде всего он должен критиковать самих себя. поэтому я считаю, что человек должен не только терпеть юмор по отношению к самому себе, со стороны других людей, он должен уметь и посмеяться сам над собою. Я думаю, что этому нас учит опыт русского эродства. Ведь кто такие эродивые? Это люди, которые вызывали улыбку, это люди, над которыми смеялись, так, но и они провоцировали этот смех. Они сами себя делали объектом этого смеха. Этот смех часто был поверхностным, но через этот смех люди выходили к истине. Они потом понимали, что за эродивым стоит какая-то высшая истина, и за его, так сказать, вышучиванием властей стоит иногда жуткая правда, жуткая правда. Вот что делают эродивые? Они осуществляют так называемый кинозис. Кинозис это самоумоление, самоуничижение. Так? Я считаю, что самоумоление, самоуничижение это то, что близко автоиронии. Когда ты себя не в огрошь ставишь, когда ты считаешь себя именно червём, именно пылью. кино здесь есть условия обожжения. Для того, чтобы подняться на уровень Бога, нам нужно побыть червём. Это обязательно, так? Но когда ты попадаешь в положение червя, то это вообще положение где-то смешное. Так? Но и трагично, но и смешное. Правильно, да? Поэтому я отношусь к себе с большим юмором. Я вышучиваю свои амбиции. И юмор является для меня формой самоконтроля, самоконтроля. Юмор держит меня в рамках какого-то такого приличия, особого приличия, да? То есть в рамках хотя бы скромности. Ну, иногда в Медрес говорят какие-то приятные вещи, но я, скажу честно, я вот не реагирую. Не реагирую на ну на то, что меня где-то кто-то хвалит. Я вот очень люблю читать положительные ретензии здесь в адресе. Да я скажу сейчас, я их не читаю. Меня это смущает. Это значит, что я защищен от чего? Защищен от гордыни. Наверное, у меня есть много недостатков. Я не сомневаюсь в этом, да? Но никто не скажет, что я человек нескромный. Вот я могу сказать с полной ответственностью. Мне присуще качество скромности. И слава тебе Богу. Я этим горжусь. Так? Может это звучит нескромно, это парадокс, но вот это для меня бесспорный факт. Я считаю, что чувство скромности обязательно связано с чувством самоиронии, со своеобразными формами кенозиса, с умением взглянуть на себя со стороны. Это очень важно. Вот. А для взглянуть на себя со стороны, иногда полезно использовать позицию другого я. Что очень важно для нас. Вот опять выходим на проблему толерантности. Как я воспринимаю с другим? Ну иногда девочка на одной посмелется молодая. Ну да, мне это задевает мое мужское самолюбие. Но я понимаю, это нормальная реакция для моего возраста. Я на нее не обижаюсь. Она не вызывает меня раздражения. И я постараюсь себя так поставить, что ей станет со мной интересно, и она как-то вдруг ко мне начнет относиться серьезно. Да, это очень важная вещь. Уметь посмеляться над самим собой и не видеть в этом ничего дурного. Те, кто на это не способен, еще раз повторяю, это люди закомплексованные. Они и не докладно по отношению к себе, и не докладно по отношению к шуткам со стороны. Свой адрес. Если говорить здесь о власти имущих, то это люди, которые любят, когда их возвеличивают. они конечно могут делать вид, что это им не нравится, они вроде как это сдерживают, но у них бывают пышные инаугурации, вот такие византийские позолота, хотя это позолото липовое, красные дорожки на несколько километров, духовые оркестры, помпезность, люблю греческое слово помпа, но в данном случае помпа абсолютно пуста. Это значит человек лишен великого качества. Вот я скажу так, адекватность. Мы должны быть адекватны миру, мы должны быть адекватны самим себе, мы должны адекватны быть той роли, которую нам предложила история, предложила ситуация. И нет ничего страшнее, когда во главе страны, во главе компании, во главе предприятия стоит человек мыслящий неадекватно. как правило человек слишком серьезный, неспособный к иронии, к шутке, к юмору. Это социально опасный тип человека. Юмор это здоровье. Будем смеяться, для того, чтобы не заболеть гордыней, самостью. Юмор есть обеспечение великого качества, адекватности. возрасте человека, возрастных различиях в обществе. Это большая проблема. Проблема отцов и детей. Вы знаете, я здесь вижу хорошую модель для того, чтобы эту проблему разрешить. Комплект поколений. Вот Святая Троица. Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Отец и Сын. Ведь чему нас учат христианство? Что это ипостасия равночестная. Что здесь нет иерархии старшей, младшей. Вот подумайте об этом хорошо. Я считаю, что в обществе должна воспроизводиться, в обществе, которое темпорально, в обществе, которое находится в потоке времени, должна где-то воспроизводиться атмосфера вечности. Когда люди разных поколений говорят на равных. Когда нет, я бы сказал так, возрастной дискриминации. А мы живем в обществе, где есть разные формы дискриминации, в том числе есть возрастная дискриминация. В частности, явно сдерживается прорыв молодежи к власти. А у меня есть даже такой термин евенократия. Я бы очень хотел, чтобы в стране был, скажем, 25-летний молодой человек. Наверное, это было бы интересно, и, наверное, это было бы неплохо. так. Вот. Себе скажу следующее. Ну да, я вот седьмой десяток разменял. Ну, потому что я поэт, а поэзия, она связана с благодатью, она связана с излучением именно вечности, то я, ну, я не хочу рисоваться. Понимаете, я человек инфантильный где-то. Так? И это для меня великая блага. Может быть, для кого-то я смешен в этом плане. и, конечно, это производит впечатление неадекватности, когда я могу отнестись к 17-летней девушке как к своей ровеснице. Это, со стороны, смешно. Но для меня это, к сожалению, реальный факт моего внутреннего самочувствия. Ну, я, конечно, буду очень корректен на отношении к этой девушке, но то, что я чувствую себя ее сверстником, это питает меня как поэта. Это помогает мне бороться с ужасом возраста, с ужасом времени. Я считаю, что через поэзию это качество может передаться очень многим людям. Мы должны жить в мире вечности, должны жить вечными ценностями, должны любить вечной любовью. Вот в этом я глубоко убежден. Я понимаю, что сказанное мной требует развития. Это очень большая тема. Еще раз повторяю, это тема преодоления времени. Это тема, которая поставила русская философия. Николай Фодоров. Был такой замечательный философ у нас, Муравьев, жертва сталинского ГУЛАГа. У него даже есть такая книга «Предаление времени». Но самое главное, возрастная дискриминация, к этому я возвращаюсь. Я полагаю, что все возрасты где-то равноправны. я полагаю, что иногда сюда учитель Лао Цзы, это же взрослый ребенок приводится с китайского, может научиться у ребенка. Дети наследуют Царство Божие. Истинно глаголят оставим владельца. Вот она, великая мудрость. Ребенок иногда бывает правдивее, искреннее, чем взрослый человек. И поэтому ребенок скажет то, что никогда не скажет взрослый. И да здравствует ребенок, давайте создавать культ детства. Давайте прислуживаться к нашим детям, а мы вообще им затыкаем в лодке. Правильно, да? Мы очень быстро их лишаем этого качества детской искренности. Мы делаем их конформистами. Вот. Я люблю вечность. И я, конечно, что там врать, чувство давления возраста. Но все-таки моя связь с вечностю помогает мне эти тяготы одолевать. И в моей душе всегда 17 лет. Это так, это правда, абсолютная правда. Если бы это было неправда, я бы не был поэтом, я не писал бы стихов. А я с каждым годом вроде пишу как-то вдохновеннее и просветленнее, и стих мой молодеет. Вот почему он молодеет? Это правда, это я не преувеличиваю. Почему? Вот это загадка большая. Я бы очень хотел это свое качество передать как можно большему количеству людей. Поделиться с ними вечностью. Поделиться с ними вечной молодостью. Пускай они физическое, духовное, но это ведь тоже хорошо. А может это и лучше, и важнее, чем физическое бессмертие, физическая, так сказать, неподверженность временными изменениям. я люблю молодежь, вот я к мне тянусь, мне очень приятно общение с тобой, Максим, с твоими современниками, я, то есть не современниками, а с твоими сверстниками. Так, мы все современники, да, хотя фактически мы живем в разных временах. Вот обрати внимание, слово современника, оно не адекватное истинное. Правильно, да? Кто-то живет сейчас в сталинских, кто-то брежневских, кто-то в Горбачевских, кто-то в Ельцинских, кто-то в Путинских. Вот между нами есть там паральные перегородки, там паральные барьеры. Их надо снимать, их надо снимать. Есть вечность, я в нее верю, ее открыл Платон.